Так, ладно, всем привет. Давно не выступал уже. Так что сегодня расскажу вам про Vagrant. Кто пользуется Vagrant? Стоп. Замерли, замерли. Держим, держим руки. Не зря качались. Проблема с презентацией не идет. Сидим так. Скринер. Ладно, можно опустить Костя. Зачем вы через Skype вообще делаете? Зачем? Мазохизм. Потому что, я не знаю, почему-то он не видит никак этот самый проектор. Я могу вообще даже без слайдов показывать. Говорить, на слайде нарисовано, описывать слайд и потом рассказывать, о чем речь. Это если переслать презентацию. Презентацию, тогда... Уже хендзона. Хендзона нету. Хочется тоже показать, как все это работает. Ну как, чего? Продолжаем, да? Ладно, продолжаем. Продолжаем. Так, значит, я видел, три человека пользуются, правильно, да? Да. Так, а кто просто там знает, про о чем речь вообще идет? А, уже побольше. Просто слышал. Не, ну как бы кто не в курсе или просто слышал, это отдельная категория. Говорили или что-то такое. А, говорили? Ну окей, ладно, хорошо. Ну, я надеюсь, не зря этот вечер пройдет. Вы во время докера говорили про Vagrant. А, ну не зря, я надеюсь, это... Ну никак, на самом деле, не синонимы. Вот. Короче, в двух словах. Изначально Vagrant, конечно, был очень важным, глючным Ruby Jam. Ну, сейчас он немножко вырос, более-менее, более-менее, так что предоставляет отдельные системные пакеты, то есть для каждой операционной системы уже не обязательно через Ruby Jam его устанавливать. Экзешник настоящий. Экзешник настоящий. Правильный, да, о чем речь. Вот. Итак, на самом деле Vagrant – это еще один просто, как бы, layer, как это перевести, уровень, слой над базой данных, как говорится, да. То есть это никакая не виртуальная машина, как Vagrant Box, там, или, я не знаю, что, WM тоже, да. Не контейнер, как KVM, Docker, о, KVM, кстати, да, тут в прошлый раз говорили, что нельзя сокращение использовать. То есть это Kernel Virtual Machine, вот. Да, понятно, о чем речь. Вот, значит, не Configuration Manager, типа Chef, там, или Puppet, или CF Engine, или как его там, Ansible, очень модное слово еще. А просто, как бы, такой тул из командной строки, который позволяет более-менее этим всем как-то оперировать вместе, пытаться это все связать. О, значит, по… Значит, как эти самые… Все нормально. Значит, как уверяют девелоперы этого самого Vagrant, что он вообще очень прост, вообще мега прост, очень легко можно поставить за минуты и так далее. Обычным стандартным инсталлером, там даже можно просто next прокликивать, там не надо отвечать на вопросы. Вот, значит, легко очень конфигурируется. Есть один конфигурационный файл, называется Vagrant File, и все, в общем-то. Можно начинать даже не с пустого, а как бы Vagrant сам может сгенерировать этот файл, и почти, можно сказать, с пустым файлом можно работать. Ну, и потом нажимаете Vagrant Up и немножко ждете, ну, не всегда немножко, и получаете профит. У вас запускается виртуальная машина, конфигурируется там все вот так вот, мега очень хорошо, удобно и вообще замечательно. Наверное. Тут немножко вот более подробно. То есть изначально, так, то есть вы девелопер, у вас есть, девелопер одна штука. Запускаете Vagrant Up на своей машине в той директории, где у вас есть уже Vagrant файл. Vagrant запускает сначала VirtualBox, вот он так потихоньку тихо запускается, и в итоге у вас есть бегущая виртуальная машина. Затем Vagrant запускает один из provisioner, то есть это вот Configuration Manager. Это то есть или Chef, Puppet, CFEngine, или можно даже просто там башем что-нибудь написать, и он тоже какой-то скрипт может также запустить. То есть, опять же, виртуальная машина конфигурируется, и последний пункт, то есть вы можете на нее спокойно зайти через SSH и, я не знаю, делать что хотите. Вы, как говорится, царь и бог, да, действительно. Какие-то вопросы пока? Не обязательно VirtualBox. Не обязательно VirtualBox, да. Он поддерживает еще, что еще там, VMware, может даже AWS, амазоновские, амазоновские, да, вот эти виртуальные машины запускать в клауде и так далее. То есть, для чего это может быть, может быть, понадобится кому-нибудь, я надеюсь. Например, для разработки. То есть программистам, если какой-нибудь сложный проект, много-много-много зависимостей, а еще лучше, если этих проектов много, с разными зависимостями и с кучей зависимостей, которые конфликтуют между собой. То есть вместо того, чтобы ставить себе на машину эти все зависимости, ну, я не знаю, кто-то одновременно работает над печью сложными проектами, вряд ли, конечно, но, может быть, когда-нибудь понадобится. Даже необязательно работать над печью. Просто поставить себе, просто запустить на самом деле, сбилдить, да. Вот. То есть можно просто это установить в этой виртуальной, каждый проект держать в своей виртуальной машине и будет вам тоже так удобно. А потом, когда, например, вы уже закончили или проект закрыли наконец-то, вот, вы больше не мучаетесь с ним, то можно просто удалить эту виртуальную машину и не надо вычищать все эти зависимости со своей рабочей. То есть в тестировании очень хорошо использовать, если, я не знаю, если хочется там поднять, например, несколько виртуальных машин одновременно. Например, у нас в Zero Ten Round мы тестируем так наш продукт, то есть если поднимаются две виртуальные машины одновременно и запускается с одной и той же лицензией. И мы смотрим, то есть одна из лицензий должна сказать, что извините, так нельзя. Да, да. Такой вопрос. Если там загружается много разных пакетов в зависимости, можно ли какой-то контекст файл сделать, чтобы прописать, загружать такие и такие модули, чтобы потом это отдельно как бы… Если захочу, скажем, убить эту машину, а потом снова поднять такую же вот, можно ли как-то… Все записано в Vagrant файле, вот, да. То есть внутри вся конфигурация, то есть это чуть попозже, да. Все можно. То есть вы запустили машину, потом поделали что-то, вам надоело, вы ее убили, то есть все файлы стерли. То есть потом, когда в следующий раз запускаете с этим же Vagrant файлом, она будет в такой же конфигурации. То есть когда я устанавливаю эти файлы, там фиг обновляется? То есть или надо руками… Нет, нет, нет. Это надо руками. То есть все, что в Vagrant файле написано, он только это делает. То есть если вы потом туда зашли и ручками что-то изменили, то эти изменения не сохраняются. Да, да, да. А в зависимости какого типа? Пакетов на одной машине или в зависимости серверов, сервисов? Пакетов. Ну внутри виртуальной машины. Ну и сервисов точно. Что ты имеешь в виду? Да, да. Ну можно поставить… Ну это же ты через пакет ставишь? Да. Отлично. То есть или, значит, систему администрирования тоже можно использовать. То есть, например, какую-нибудь, если нужно поставить новую, запустить виртуальную машину в облаке, там я не знаю. То есть можно написать Vagrant app и потом название AMI или что-то такое. Так не уверен на самом деле. Вот. Но для того, чтобы работать с этими виртуальными машинами, то есть их нужно сначала подготовить для Vagrant, потому что как бы с любой машиной, как бы он сам не создает эти виртуальные машины, а соответственно их нужно изначально подготовить. То есть, например, для того, чтобы Vagrant мог работать с виртуальной машиной, она как бы должна отвечать каким-то требованиям изначально. То есть уже… И вот эти, значит, виртуальные машины называют Vagrant боксами. То есть изначально, когда вы в первый раз создаете эту виртуальную машину, там может быть опять же через тот же VirtualBox, то есть заходите и установите там, например, Ubuntu или еще что-то, потом ее сохраняете, то с помощью Vagrant ее можно запаковать в специальный Vagrant бокс, с которым уже затем Vagrant может работать. Но изначально, конечно, это ваша задача, чтобы Vagrant вот добавить на эту машину следующие вещи, чтобы Vagrant затем смог делать свою магию. То есть нужно разрешить логин через SSH или RDP, Secure Shell или Remote Desktop, чуть не облажался. Значит, юзер и пасворд должны быть Vagrant, Vagrant и, соответственно, специально есть приятный ключ, который публично доступен, с помощью которого Vagrant логинится на эту машину. Вот. Нужно также поставить сюда без пасворда и, если нужно, нужно установить туда Chef или Puppet или какой-нибудь другой Config Management Tool. То есть это все не нужно, на самом деле, самому, потому что добрые люди уже много сделали. То есть и очень многие такие виртуальные машины доступны вот по адресу vagrantbox.es. Вагранд. Да, у меня опечатка. Вахтанг. Вахтанг. Да, да, да. Хорошо, спасибо. Исправим. Вот. А если я хочу Windows 95 запустить? Windows 95, на самом деле… Здесь есть RDP. Это Windows. Что? Он работает по RDP. В смысле? В смысле? Не, ну он работает, на самом деле. У меня есть и… То есть как бы это все работает. То есть Supra, если… Supra тоже можно запустить. Не, ладно, нет. А? На BonderChill нет. Нет, на самом деле, тут раньше не было этих самых Windows Vagrant Box. Сейчас мы проверим. Оно так работает. Нормальным людям не нужен Windows. Вот. Но… Вдруг идет какой-нибудь юсер, который скажет, мне не работает ваше творчество. Тестировать. Кстати, в VirtualBox 95 работает хорошо. Не то, что реально. Здесь есть Vagrant Box с Windows. Они по каким-то специальным… Они предоставлены… Это виртуальные машины, которые предоставлены изначально Microsoft для тестирования интернет-эксплорера. Но они так немножко их переделали. Вот. И, соответственно, их тоже можно использовать. То есть, если… То есть, можно… Куча этих самых Vagrant Box, которые понадобятся, можно скачать прямо отсюда. А? Да, как интернет-эксплорер восьмой работает. Если работает, да. На live.modern.io у тебя в Mac открывается интернет-эксплорер. Это неинтересно. Так, где у меня мой… Так. Итак, дошли до конфигурации наконец-то. Когда создаете… То есть, вот это конфигурационный файл, который называется Vagrant и Vagrant файл. И вот это минимальная конфигурация с помощью… Ну, когда… Если вот есть вот такой файл, то, соответственно, это минимальное требование, при котором уже достаточно и можно запускать Vagrant. То есть… Если на Ruby не кодишь, то… Если на Ruby не кодишь, то вообще ничего не понятно. Что это такое? Что такое Vagrant? Что такое конфигур, да? Какие-то палочки… Можешь написать конфигурация с равно? Ну, извини. Вот. Нормальный XML нельзя больше? Ну, это у вас в Java такие. Вот. Короче, здесь единственная вещь, которая указана, это то, что мы запускаем Vagrant Box, который называется Thrusty 64. Это вот последний LTS Ubuntu. Вот. А? Двойка? Это… Это такой… Это такой… Сейчас я объясню. Это legacy такой… Потому что раньше Vagrant конфигурировался немножко по-другому. Вот. И это так называемая версия конфигурационного файла. То есть… 1.0 это уже legacy. Ты про что? Света. Света. Нет, это просто… Это Vagrant файл, который мы сейчас здесь немножко редактируем. А конфиг в пайпах – это что? Конфиг в пайпах – это… После do начинается так называемый блок, и конфиг – это переменная блока. Функция… Лямбда. 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 Если на… Машине еще нет Vagrant бокса, который называется Trusted 64, то… Его как бы лучше скачать. Правильно? Заранее. Но… Еще лучше… Можно прописать, откуда его скачать прямо в Vagrant файле. И тогда, когда какой-нибудь программист, например, получает этот Vagrant файл и хочет запустить эту виртуальную машину на своем компьютере, то ему не нужно думать, есть у него этот бокс или нет. То есть, если он просто запустит Vagrant App, попытается запустить виртуальную машину, то если у него есть этот бокс, то Vagrant просто запустится, а если нет, то он попытается скачать этот бокс и с этого URL. То есть, достаточно удобно. Также в этом Vagrant файле можно прописывать, и можно даже нужно, я бы сказал, прописывать, как вы хотите сконфигурировать эту самую машину виртуальную. То есть, в данном случае можно с помощью… В данном случае с помощью Chef Solo устанавливается Firefox. Вот. Ну, добавляется рецепт с названием Firefox, ну, соответственно, наверное, он устанавливает Firefox. Или, конечно, можно более просто сделать с помощью Shell. То есть, можно запустить apt-get install Firefox. То есть, можно по-разному. Это вот как раз там был в начале вот этот номер 4 пункт. После того, как это все установилось, там уже, ну, как бы будет… То есть, тогда, через некоторое время у вас будет уже бегущая виртуальная машина вместе с Firefox. Вот. Как я говорил, Vagrant может запускать сразу несколько виртуальных машин. И вот этот вот Vagrant файл как раз показывает, как его нужно… То есть, как это лучше прописывать. То есть, в данном случае у нас есть две виртуальные машины, которые называются Trusty64 и вторая называется Win764. Вот. То… Когда… Если вы запускаете… Если у вас такой Vagrant файл и вы запускаете Vagrant app, то будут запущены обе виртуальные машины. Да. То есть, если вы хотите одну из них запустить, то вам придется дать дополнительные параметры. То есть, Vagrant app Trusty64 или Vagrant app Windows 764. Вот. Так вот. Еще какие-то вопросы? Зачем? Зачем? Ну, я вот рассказывал. В тестинге очень помогает. Хорошо. То есть, если вдруг нужно какую-нибудь, я не знаю, потестировать. Как, например, две машины между собой общаются, какой-нибудь протокол. Вот ты разрабатываешь какой-то новый протокол. Проще на главного процесса запустить на своей машине? Ну, не знаю. Не знаю. Не всегда. Так. Грубо говоря, что руками инсталируют два VirtualBox? Зачем тебе два VirtualBox? VirtualBox один. VirtualBox две машины. Сразу там Windows. Окей, наверное. Может быть. Я не понял смысл твоего замечания. Я правильно понимаю, что Vagrant нужен, чтобы не делать VirtualBox, самому руками две VirtualBox и инсталируют туда самому Windows? Да, да, да. Он как бы это все автоматизирует. Одной командой. Одной командой. Почему? Пока он все это скачает. Ну, времени уйдет больше, пока ты будешь это все прокликивать и создавать. Вот. Тем более… Где указывается, сколько ресурсов Vagrant? Тоже можно. Это в начале все указывается. Я покажу реальный Vagrant файл, с которым мы работаем. Там есть пара ресурсов тоже немножко. Так. Ты не Vime будешь показывать? Конечно, в Vime я буду показывать. Ладно. Короче. Итак. Что у нас есть? У нас есть… У нас ничего нету. У нас есть пустая папка. И сейчас в ней начнем работать. То есть изначально у меня, конечно, стоит уже Vagrant, у меня стоит VirtualBox. Вот наш VirtualBox. Ух ты. А? Да. В Windows мы не будем качать, оно уже есть, тут все, ничего не нужно. Вот. То есть все есть, но в другой папке? Нет. Так. У меня уже изначально есть какие-то боксы, которые установлены. Это у нас вот Mavericks, никому не говорите. Precise, здрасте, вот и Windows тоже. Что вам говорить? Командой Vagrant init. То есть мы создаем новый Vagrant файл. Вот. И мы хотим, чтобы он работал с боксом 64. Ты только правильно листил эти боксы? Да. Папка была пустая, но список боксов откуда-то появился? Список боксов, они находятся в другой папке. То есть чтобы Vagrant, как сказать, когда Vagrant качает, да, когда Vagrant качает эти боксы, он записывает их себе куда-то. В кэш. Да. И там сохраняет. То есть чтобы потом не качать это кучу раз еще. Вот. Вот. А, потом подойдешь расскажу. Я с ним недели мучился. Так. Мы создали Vagrant файл. Как я и говорил, он такой достаточно пустой. Видно? Нет? Можно побольше сделать. То есть… Да ладно, все же видно. Желтенькое, черненькое, красиво. Как Batman. То есть мы видим, как config.vm.box.trust64 и далеко внизу у нас одинокий end. Вот. Можем еще сюда добавить URL, по которому якобы можно скачать этот бокс. Да, вот так лучше. Вот. Ну, так как он у нас скачан уже, то он его качать не будет. И давайте попробуем, как он работает. На самом деле ждать не так долго, не как на той картинке парень ждал бедный. Всего секунд 40, наверное. 50. 60. Он стартует виртуальную машину. Да, он стартует виртуальную машину. То есть она без GUI, или как ее там называется по-русски, без юзерного интерфейса которой. Но, как мы видим, вот у нас сейчас запустилась новая виртуальная машина, которая называется Vagrant Default 14.16 и еще что-то. Дальше. Вот. И сейчас мы находимся внутри этой виртуальной машины и можем делать, что хотим. Например, а что мы хотим? RmRF? Давайте, RmRF. А? Вот оно что. Там можно звук тебе. Черт. А ты свой подвинь там на пару сантиметров. Сейчас, сейчас, сейчас. Включи микрофон просто. Я помню. По-моему, будет. По-моему, будет. По-моему, будет. По-моему, будет. По-моему, будет. Все. Подожди, подожди. Стало лучше? А, интересно. Давай вот так вот сделаем. Нормально, да? Ну вот так лучше. Нет. А что там, Юрий Тимошин теперь? Что? Подожди, не трогай. Теперь другой. Где два раза кликнуть? Два раза кликнуть надо? А знаешь зачем? Микрофон зачем включил? Он мешал. Ааа. Да ладно, убери вот так вот. Воните. Все нормально. Включи обратно. А это премиум фичер. Надо скинуться за 20 часов, может. Опять, значит. Все. А, все. Отлично. Вот. Хорошо. А мы уже сделали, да? Он уже все удалил, наверное, уже. Тебе повезло, что это кто? Вот. Теперь, значит, мы все сделали, все сделали. Теперь. Например, настал конец дня. Мы теперь уже можем идти домой и можем остановить виртуальную машину с помощью команды vagrant hold. Он остановит все машины? Да. Он остановит все машины, которые найдет внутри этого vagrant файла, который в данной директории находится. Вот. Подожди. Дестрой. Вот она остановлена теперь. То есть, если мы на следующее утро снова пришли и хотим снова работать, можно снова нажать во Grand Up. Он все запустится. Все опять уже гораздо дешевле, быстрее, дешевле. Ну, в смысле ресурсов. Вот. А когда вас, например, наконец-то убрали с этого никчемного проекта, на котором вы работаете, то можно удалить эту виртуальную машину с помощью… Давай быстрее. Микрофон поднимает. Где строй? Где строй? Вот. И он говорит, точно-точно? Конечно, нет. Вот. И теперь у нас уже этой виртуальной машины больше нет, к сожалению. А может быть и к счастью. Вопросы? О, да. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы всегда можно было восстановить виртуальную машину с какой-то, назовем ее нулевой конфигурацией. Да. А чем это проще, ну и как бы, чтобы повторять тесты, нам все время нужна нулевая конфигурация. А не проще ли сделать себе имидж с этой нулевой конфигурацией? Оп, скопировал, запустил, протестил, удалил. Ну, это примерно то же самое. Ты хочешь сказать, снапшот с какого-то стейта? Ну, да. Например, пустая виртуальная машина занимает, вот Ubuntu, например, 300 мегабайт. Если туда уже что-то установил, то она будет занимать порядка, ну, может быть, в 5, наверное, даже больше. В смысле? Ну, он что-то качает. Нет, он как раз качает вот этот вот пустой бокс, который, да, он занимает 300 мегабайт всего лишь. То есть, как бы это… Можно… Можно… Вот, это да, это во-первых. Да, во-вторых, можно вагранд файл, в котором идет конфигурация этого самого, этой виртуальной машины, можно положить, да, version control. То есть, тогда получается, что вот все, что тебе нужно, чтобы стартовать новый проект, ну, как бы прийти в проект, тебе нужно только вот этот вагранд файл. То есть, он лежит у тебя в version control, ты кончаешь его, запускаешь, хоп, там уже все отлично, сконфигурировано работает и побежали. Там был на последнем, да. У меня такой вопрос. В своей практике не пробовали рекси файл? Что? Рекси файл. Я первый раз слышу, что это, что это такое. Ну, это то же самое, только на перлее… На самом деле, возможно, намного больше и нет вот этих разных костылей, которые были в начале. Какие костыли? Что значит костыли? Ну, про то, что там должны быть какие-то… Ну, я понимаю, костыль не нужен, когда передвигаешься на инвалидной коляске. Ну, я не знаю. Не, я предлагаю тебе прийти тогда и рассказать про него, потому что я действительно не слышал. Не знаю. У нас есть докладчик на… У нас есть докладчик на… Так, ну, наверное, это, наверное, более-менее все, что я хотел вам показать. Такой вот коротенький докладик получился. Можно сделать такой Vagrant скрипт, который установлен виртуальную машину, в которой будет установлен Vagrant, в которой… Я знаю, ты хочешь… нам нужно идти глубже, да? А, вот я могу вам показать, что реальный Vagrant файл, который у нас используется для тестирования шеф скриптов. Я вот так немножко обещал тут показать. Вот, например… Да, да, да. Тук. Нормально, да? Вот. Здесь у нас как раз Mavericks. Вот. Для Mavericks нужно специальный проводить, чтобы он заработал. Вот. Опять же можно дать параметрам, то есть хотите вы видеть UI перед собой или не хотите. Что тут еще? Дальше Provisioning опять идет с помощью Chef Solo. И, да, SyncFolder – это когда… Да, по умолчанию, когда Vagrant запускается, он… Мы, наверное, тут видим, да. Вот тут видно, что Vagrant текущую папку делает доступной внутри виртуальной машины. Вот. Он маунтит вот эти shared folder. Опять же… В Mavericks это сделать… Просто вот так замаунтить фолдер не получается, потому что VirtualBox это не поддерживает. Поэтому приходится извращаться и синхронизировать эту папку через R-Sync. Ну… Может, и через дом. У кого как? Вы в ZT просто запускаете автоматом, чтобы какие-нибудь там всегда мочить и тестировать? Тестировать, да. Я их запускаю, чтобы тестировать. Вот. Соответственно, здесь… Тул для какого-нибудь автокомплида, потому что я понимаю, что… Слушай, нет. Тул… Это Ruby. Здесь как бы все… Все сразу понятно. Можно редактировать программный файл без V? Без V нет. Ну… Когда Windows включаешь, он же спрашивает… Вот это… Чем открыть данный файл? Вот только V может открывать. Ну, тут на самом деле у нас три виртуальные машины внутри. То есть одна из них Mavericks, вторая у нас Thrusty. Вот она начинается. И третья Windows. Windows. Где она? Где-то уже была. Проехали. Windows отъедает весь RAM, а остальные не запускаются. Вот. Вот такие вот бывают, да, страшные Vagrant конфиди, но оно все работает на самом деле. Так что… В одном тесте тебе нужно было три разных операционка? Нет. Я их запускаю как бы по очереди. В одной тесте мне, слава богу, это еще не понадобилось ни разу. Потому что ты имплоград расположился только, чтобы их запустить. Потом запускаешь машины. Сами тесты ты запускаешь? Так, сами тесты, смотри. То есть я запускаю машины, я конфигурирую с помощью шефа, и потом я проверяю, что они, например, соответствуют конфигурациям. То есть, например, если мне шеф скрипт должен был поставить Firefox, то я проверяю, что я смогу запустить Firefox на этой машине. Окей. А когда ты их используешь на самом деле? А когда… А когда… А когда… Что ты имеешь в виду? Тесты. Тесты. Но ты же их не для того запускаешь, чтобы проверить, что там Firefox инсталируется. Именно для этого. Потому что я тестирую… Я, например, тестирую на них шеф скрипты. Под разные как раз операционные системы. То есть, например, на Ubuntu… Вот еще один вариант. То есть на Ubuntu мы тестируем лицензионный сервер наш и, соответственно, как к нему кодексятся наши лицензии или как… Клиент. Клиент с лицензиями. Тут вопрос. А ваграмов вы на чем тестируете? Ваграмов мы тестируем. Мы верим в него, что он безбажный. Так. У кого? Есть, есть, есть. Я могу повторить, если что. Вот. Короче, ладно. Поехали. Вот некоторые такие… Я собрал для вас useful линки. То есть документация, на самом деле, очень хорошая у Вагранта. У нас есть очень классный блог, просто проект. Как начать работать с Вагрантом? Вот. 89 страниц. Вот. Затем тут всякие VV и Packer – это две приблуды, которые помогают самому автоматически создавать Вагрант-боксы, если вдруг вам когда-нибудь понадобится это делать. И вот этот вот старенький Вагрант-лого мне гораздо больше нравится, чем первая. Вот этот старый где-то такой. Вот этот, который вот с этим мужичком. Вот это старое логово Гранта. Верси 0.00. Да, версии 0.00 и так далее. Ладно. Я думаю, я на все… Нет, даже не на все вопросы ответил. Давай. А вот этот Маверик, который мы не видели, насколько… Маверик?